Таджикистан в ближайшие три года планирует привлечь кредиты и гаранты на сумму более 967 миллионов долларов, что равняется около 50% от годового бюджета страны. Об этом сообщил министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбониен. По словам министра, эти средства якобы будут привлечены в инвестиционных целях. При этом, как отметил министр, уже сейчас обслуживание внешнего долга является серьезным бременем для госбюджета. В проекте госбюджета на 2017 год на эти цели предусмотрено выделить более 1,7 миллиарда с ОМОНи, порядка 220 миллионов долларов. Основными кредиторами республики являются Всемирный банк, Азиатский и Исламский банки развития, Китайский Эксимбанк, Европейский банк развития и реконструкции и финансовые структуры арабских стран. Напомним, что внешний долг Таджикистана начал расти быстрыми темпами в связи с сокращением денежных переводов трудовых мигрантов из России. Так, например, этот показатель к концу 2014 года составлял 22,7%, а по итогам первого полугодия 2016 года он достиг 35,9% от ВВП. То есть 2,276,000,000 долларов. Кроме того, по данным агентства по статистике Таджикистана, в связи с критическим экономическим положением в стране, за 10 месяцев текущего года Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму более 44,8 миллиона долларов из 53 стран мира. И, следовательно, привлечением все новых и новых кредитов и грантов режим Рахмона загоняет Таджикистан вместе с его народом в долговую яму, не забывая при этом расхищать как богатство страны, так и часть кредитов и грантов. А расплачиваться за все это придется достоянием народа, как это произошло в случае с Китаем, когда Рахмон отдал Китаю в счет долга огромную площадь земли в Горнобадахшанской автономной области. Субтитры создавал DimaTorzok